Здравствуйте, уважаемые телезрители, здравствуйте, уважаемые читатели. Я рад вас приветствовать на нашей традиционной уже передаче «Персоны и персонажи», в которой я рассказываю вам о прототипах, о реальных прототипах литературных героев, известных и, может быть, менее известных читающей публики. Но сегодня мы начинаем новый цикл, который называется «Пером и шпагой». И, как вы можете догадаться, это название знаменитого исторического романа Валентина Пикули, он тоже так называется «Пером и шпагой», есть и многосерийный фильм под таким названием. Вы можете догадаться, что речь у нас пойдет об авантюристах, авантюристах XVIII века. Такие герои в нашей передаче могут, на первый взгляд, показаться странными, однако, на мой взгляд, ничего странного нет. Но все-таки, если задавать себе вопросы, почему XVIII век, почему авантюристы XVIII века, ну, это достаточно просто. Это золотой век авантюристов, когда это явление приобрел, явилось миру во всем своем блеске, и много замечательных героев этого жанра, так сказать, авантюрного. Они у всех на слуху. Казанова, Калиостро и тот же Шевале де Он, о котором сегодня пойдет речь. Но почему же все-таки авантюристы? Да дело-то в том, что часто авантюристы становились героями книг, героями романов, и не всегда авантюрных, кстати сказать. Много писали и о Шевале де Оне, и о Калиостро, и о Казанове. И, кроме того, сами они писали о себе. Еще при жизни эти люди, в том числе в письменной форме, в форме литературных сочинений или каких-то других жанров, ковали и создавали легенду о самих себе. Ну, им это было необходимо. И в том числе, конечно, как многие, что любивые люди, они хотели остаться, так сказать, в памяти потомков в том числе. И вот рождался и такой литературный образ. Ну, и в-третьих, многие из них, да почти все, были в той или иной степени писателями. Оставили очень интересные сочинения, особенно Казанова, который, когда представлялся, всегда... Ну, какую профессию он называл? Он же не говорил, что я авантюрист. Он говорил несколько высокопарно, я гражданин республики словесности. И действительно, его, так сказать, тома его сочинения составили бы целую библиотеку. Но сегодня мы поговорим о Шевалье де Ооне, очень известном авантюристе. И, кстати сказать, попутно рассуждая вот об этих персонажах, об авантюристах, мы попытаемся с вами и как-то классифицировать их. Потому что авантюрист XVIII века, как правило, состоявшийся, он избирал в себе какую-то специализацию. И сегодня мы поговорим об авантюристе-тайном агенте, прежде всего, каким и был Шевалье де Ооне. Да, он был дипломатом, он был юристом, очень хорошим, высокого уровня юриста. Он был тайным агентом или шпионом, кому уж как угодно. И трансвеститом, пожалуй, самым известным трансвеститом Франции, а в то время, наверное, и всего мира. И, забегая вперед, скажу, что тогда этот недуг или эта особенность человеческая, она называлась эонизм по имени Шевалье де Ооне. Вот еще при жизни он создал о себе легенду, он вбрасывал какие-то статейки в печать, он писал сам о себе. Он писал огромный многотомный труд под названием «Досуги Шевалье де Ооне». Кстати, несколько подписчиков этого многотомного сочинения были и в России, то есть и в Россию приходили книги о нем. Это уже после того, как он закончился его так называемый русский период, он довольно долго был в нашей стране. И в целом эта легенда выглядит примерно так, как она отражена во многих-многих произведениях о Шевалье де Ооне, в том числе и пером и шпагой. Вот краткий пересказ этой биографии. В одной знатной французской семье родилась девочка, но родители так ждали мальчика, что стали с молодых ногтей одевать девочку мальчиком. И постепенно его особенности сложились несколько странным образом. По другой версии, которую он же и вбросил, а если не он вбросил, то он не опровергал ее, что девочку переодевали мальчиком потому, что ожидалось большое наследство. И эти средства мог унаследовать только мальчик, только лицо мужского пола. Вот потом он оказался в Париже, получил блестящее образование, вращался в кругу золотой молодежи того времени. И однажды в преддверии какого-то крупного бала-маскарада графиня де Рошфор в шутку предложила ему переодеться в барышню. Дело в том, что он был росту небольшого, сложение чрезвычайно изящного, лицо имел миловидное. И, ну, как бы и просился просто в барышне. Вот шутка удалась, его одели барышней, и он всех буквально очаровал. На этом бале присутствовал и король Людовик XV, и его увлекла эта юная дебютантка. Он увлек ее в какие-то потаенные апартаменты, и там ошибка короля выяснилась. Ну, король не рассердился, повеселился вместе со всеми, кто устроил, значит, эту небольшую провокацию. Потом король со смехом рассказывал об этом маркизе Помпадур. А уж маркиза Помпадур, которая была не только любовницей короля, но его задушевным другом и помощником в делах, и была прекрасно осведомлена во всех политических обстоятельствах того времени, она и посоветовала воспользоваться вот этой внешностью Деона и его умением, в общем-то, изображать молодую женщину. А тогда, надо вам сказать, в преддверии Семилетней войны Франция искала путей сближения с Россией. Это было сложно сделать всего там разных обстоятельств. То есть, политика уже устоялась, развернуть политику двух таких больших держав сразу было невозможно. В таких случаях иногда прибегают к такому приему, чтобы монархи переговорили просто напрямую, минуя дипломатов. И вот маленького Иона, как стали его звать при дворе, отправили в Россию под видом женщины, где он будто бы проник прямо непосредственно в покое Елизаветы Петровны, императрицы Елизаветы Петровны. По некоторым данным он был чтицей, приехал он туда в Россию под именем Ли де Бумон, чтицей императрицы. А по другим сведениям, ну, просто, так сказать, делил с ней ложи. Ну, французы любят именно такие версии. И вот шевалье Деон помог сближению Людовика XV и императрицы Елизаветы, благодаря чему был заключен союз в преддверии Большой войны, в преддверии Семилетней войны. И вот таким образом этот молодой офицер в то время уже, значит, стал потихоньку примерять и дамский костюм. И потом он вернулся во Францию, был обласкан, получил чин драгунского офицера и во время войны храбро воевал. Храбро воевал, отличился в нескольких сражениях. Но вот война закончилась, и его услуги снова понадобились. Теперь уже на английском, так сказать, фронте. Он был отправлен в Англию уже как дипломат. И у него была двойная миссия. С одной стороны, он искал мира для Франции. Дело-то в том, что Англия была союзницей в войне, союзницей Пруссии, так сказать, противником. А если такого мира не удастся заключить, то готовилось и вторжение Франции в Англию. И для этого целая группа офицеров инкогнито прибыла в Англию, вела там разведку побережья, но координировал это все Шевалье Деон. В конце концов, в общем, его миссия тоже увенчалась успехом. Он довольно хорошо вел дипломатические, так сказать, дела. Он стал секретарем посольства. Затем он был как бы исполняющим обязанности секретаря посольства. Но дело в том, что хитрый Деон, он владел огромными секретами. И это был целый архив, которым он начал постепенно шантажировать. И уровень его шантажа, он дошел до самого короля. В общем, пришлось это дело улаживать. И тогда король предложил сделку. Шевалье Деон навсегда остается женщиной. В это время он все чаще появлялся в женском платье. И за это ему государство выплачивает очень большой пенсион. 12 тысяч ливров в год. Это очень большие деньги. Но он навсегда остается женщиной. Ну и, конечно, возвращает архив. И Шевале Деон согласился. Согласился и по выгоде. И потому, что он действительно, наверное, ощутил к этому моменту себя женщиной в полном виде. Вот такова, в принципе... Да, и когда он умер, то заключение врачей рассеяло все сомнения. Он был, несомненно, мужчиной. Но в этом мужском теле, очевидно, жила женская душа. Вот так примерно выглядит легенда о Деоне. И все ее составлял отчасти сам Деон. Или, по крайней мере, не опровергал. Не сказать, чтобы все здесь вымысел. Это почти правда. Но вот это почти, оно может быть очень большим. И это именно та территория, где живет и действует авантюрист. Ну, а что же было на самом деле? Да, вот действительно родился мальчик. В Тоннере жила эта семья. Звали его Шар, назвали. Имя очень длинное. В этом имени из многих-многих имен... Окончивается оно двумя фамилиями. Дебулмон, Деон. Иногда пишут Деон, Дебулмон. Все равно. И в этом имени есть имя Женовеева. Которое вот всех всегда сбивало с толку. Потому что в мужских именах женские имена чрезвычайно редко встречаются. Но что уж тут произошло, мы в этом никогда не разберемся. И он получил блестящее образование. Был юристом. Его услугами пользовался даже французский парламент. Но вот его страсть к переодеванию была известна. Очевидно, когда-то он ощутил в себе все-таки женщину. И хотел уже не только быть похожим на нее. Но и быть ею. Вот это стремление, оно очевидно. Что же касается истории с Елизаветой. Да, действительно, какая-то такая история с переодеванием стала известна. И в это время вот это сближение Франции с Россией было необходимо. И в России уже действовал агент. И в помощь к нему секретарем был отправлен Шевалье Делан. Там он, хотя слухи ходили о его мужских подвигах, о его любовницах бесконечных. На самом деле, впоследствии, и он писал об этом много раз вот в этих своих не вполне искренних мемуарах. Но однажды в честном письме задушевному другу он написал, что у меня никогда не было любовниц. Мне их заменяли книги. И действительно, его собрание книг было, наверное, одним из самых больших, глубоких и профессиональных во всей Европе. Вот он, значит, жил в России. Он присылал донесения. И присылал его в так называемый секрет короля. Дело в том, что у короля была собственная разведывательная служба, которая подчинялась непосредственно ему. И вот агентами секрета короля были в частности Шевалье Делан и знаменитый комедиограф, знаменитый драматург Бо Марше. Мы еще встретимся с ним. Вот Шевалье Делан хорошо себя зарекомендовал. Потом он вернулся в Россию после краткой побывки, так сказать, на родине. И после участия в боях, действительно, он участвовал в боях, получил чин Драгунского капитана, был ранен. И это был упоительный период, когда вот он среди сильных мужчин, так сказать, воздух пропитан порохом и так далее. Но снова понадобились его услуги уже в Англии, как я говорил. И там он действительно преуспел на дипломатической службе. Но произошло невероятное. Его письма непосредственно королю стали известны. И стали известны не кому-нибудь, а стали известны мадам Пампадур. Дело в том, что мадам Пампадур считала, что она руководит внешней разведкой, в том числе международными делами. И она ничего не знала о деятельности вот этого тайного, тайной разведки королевской, секрета короля. И когда она об этом узнала, она была возмущена, последовала размолвка. А размолвка вот супругов или когда у короля и фаворитки, они имеют иногда очень разрушительные действия. Вот в частности и в судьбе Деона. Туда в Англию прислали посла на замену его Дегерши, граф Дегерши. Он сразу потребовал, во-первых, архив, во-вторых, отчетов в денежных делах. Ни то, ни другое. Очень не понравилось Шевалье Деону. Вот он, получается, пал в жертву размолвки любящих сердец. Стали его травить, стали его травить в печати. Хотели его отравить сонным зельем и вывести. В общем, события принимали очень опасный для него оборот. И только то, что он укрепил свой особняк, только то, что он владел шпагой, как и пером, виртуозно, только то, что он умел переодеваться быстро, буквально перевоплощаясь, его спасало. И он всегда уходил, в том числе и от арестов, потому что французские власти обратились уже к властям Англии, чтобы его выдворить. Ну, англичане уже привыкли к тому, что вот живет у них такой странный господин, который то мужчина, то женщина. Они выпускали даже карикатурные листы и все эти обстоятельства смаковали во всех лондонских кофейнях. И вот для того, чтобы уладить эту ситуацию некрасивую, кто может сладиться с авантюристом? Только авантюрист второй. И тогда Людовик XV отправил знаменитого французского драматурга, комедиографа Пьера Агустена Корона де Бомарше, который был тоже агентом секрета короля, вот и послал он его улаживать эти дела. И Бомарше вез с собой договор. Может быть, самый странный договор из договоров подобного типа, что ли. Отчасти дипломатического, отчасти имущественного договора. В общем, то, что предлагалось, понятно. 12 тысяч ливров, возможность возвращения на родину. Но условия. Теперь уже носить женский наряд не снимая. И даже было там оговорено, как это будет все сделано. В общем, надо сказать, очень странный договор. Долго они спорили, долго они ругались. Незадолго до этого умер Людовик XV, на трон взошел Людовик XVI, у которого тоже были те же самые тайны и те же самые секреты. И он как бы продлил миссию Бомарше по этой договоренности. В конце концов, этот странный договор был подписан. И теперь наш Шевалер Деон навсегда стал женщиной. Он приехал действительно во Францию. Правда, на первый же бал Версаль, куда он был приглашен, он явился в драгунском мундире. Король затопал ногами, запретил ему. Это его сослали в монастырь, пока он не оденется с женщиной. В это время присутствовала на этом бале, во время этой сцены присутствовала Мария Антонетта. Она даже... Это королева Франции. И она даже предоставила Шевалер Деону свою портниху. Это, конечно, величайший жест. И он стал одеваться как женщина. Но после этого случая во Франции ему как-то стало уныло. Там меньше привыкли к его костюму. И он вернулся в Англию. И там, в общем-то, доживал свой век. Это... Все было хорошо. У него было достаточно денег, у него были прекрасные знакомства. Англичане, люди, как бы, так сказать, широких взглядов. Ну, памфлетисты, понятно, и грязная печать, там, понятно, его... Чистило всячески. Но, в принципе, он пользовался всеобщим. Уважение, все было хорошо. Но грянула революция. Революция сказала, мы не будем платить... Ну, директория сказал, мы не будем платить такие деньги. И он остался без средств к существованию. Вот. Он занимался тем, что давал уроки фехтования, например. Он играл в шахматы на деньги. Он был блистательным шахматистом. Тем временем он старел. Конечно, выглядел уже неважно. И становился постепенно фигурой, прямо скажем, жалкой. Да к тому же долги, кредиторы, то, чего всегда он избегал, и всегда, значит, как бы, жил, в общем, своим заработком, был обеспеченным господином. Теперь ему с трудом приходилось сводить концы с концами. Рука слабела. И во время одного из поединков он был ранен в руку именно, и фехтовать уже не мог. Вот. Немножко выручали шахматы и, конечно, распродажа имущества. Он хотел продать библиотеку целиком, но оставив себе самые дорогие. Даже предложил его Екатерине Второй и писал ей, что эти книги ей необходимы для составления мудрых законов и так далее. Но Екатерина пренебрегла этой библиотекой. Большая часть была продана на аукционе Сотбис, и еще там частями-частями он распродавал, в том числе и милые сердцу вещицы, которые накопили за его бурную жизнь. В том числе, как говорят, шкатулка, подаренная ему императрицей Елизаветой Петровной. Ну, никто этой шкатулки не видел, вот ходит только такой слух. И в 1810 году Шеваледу он скончался, и действительно был консилиум врачей, который постановил, вот буквально там написано, мужчина без какой-либо примеси иного пола. Что же такое с ним произошло, с этим господином? Я иногда думаю, что вот это тоже какой-то авантюризм природы, ее поиск какого-то иного существа, если угодно. И вот эти поиски, они не всегда бывают удачными, наверное. Как поется в песне, у природы нет плохой погоды, но плохая погода иногда все-таки бывает, иногда природа каким-то образом ошибается. Кстати, еще одно подтверждение о принадлежности, о половой принадлежности Деона, оно обозначено уже в церковной книге при его рождении, там он зафиксирован как мальчик. Вот огромное количество литературных произведений породила эта необыкновенная судьба. Конечно, очень много французских романов, есть и русские книги. Валентин Пикуль, кроме романа «Пером и шпагой», он написал, он упоминал Иона еще в некоторых произведениях, в том числе и в своих исторических миниатюрах, есть у него такой цикл. Очень хороших рассказов. Если говорить о романе, «Шевалье» — он самая яркая фигура, наверное, в этом романе, но он не является там главным персонажем, главным героем. Он такая, что ли, как вам сказать, это судьба, на которую нанизаны события этого романа. Но если я сейчас мысленно эту судьбу из романа вытаскиваю, он сразу разваливается на ряд эпизодов, и это уже становится исторической хроникой. Вот Валентин Пикуль — великолепный русский, советский писатель, историк, но все-таки этот роман написан 50 слишком лет назад. С тех пор появилось много новых сведений, с некоторыми из них я вас сегодня и познакомил. Я надеюсь, что и следующие передачи, посвященные авантюристам в рубрике «Персоны и персонажи», покажутся вам интересными, занимательными. А сегодня спасибо вам за внимание. До новых встреч!